На первом занятии юные законотворцы познакомились со своими кураторами. О том, как работает законодательная власть в Российской Федерации и во Владимирской области, ребятам рассказал зампредседателя ЗАГС Собрания Роман Кавинов. По его словам, в школу приходят юноши и девушки, у которых уже есть интерес к законотворчеству. Ребята, которые достаточно углубленно изучают общественные науки в рамках школьной программы. И школа юного законотворца направлена на развитие их навыков и знаний. Именно таких ребят, которым это уже изначально интересно, потому что тоже определенный отбор проходит для того, чтобы участвовать. Школа юного законотворца проработает две недели. За это время ребят ждет 16 теоретических и практических занятий. На них школьникам подробно расскажут о работе комитетов ЗАГС Собрания, познакомят с молодежными парламентскими структурами. Своими знаниями поделятся депутаты облпарламента, члены муниципальной академии и преподаватели вузов. Своеобразным экзаменом в конце курса станет защита собственного проекта, который заключается в презентации собственной законотворческой инициативы. Елена Ляминова пока не определилась с темой проекта, но уже сейчас 11-классница уверена, она обязательно будет связана с молодежными проблемами. Я хочу связать свою деятельность с юриспруденцией. Мне очень интересна тема законотворцев, законодательного собрания. Хочу развиваться в этой сфере. На первом занятии школы выступили и первые ее выпускники. Сегодня они уже в роли кураторов и рассказывают о своих авторских проектах. Делятся опытом. В качестве преподавателя, конечно, впервые. Это для меня волнительно, это ново. Потому что никогда не работало с стольким количеством детей. Я безумно очень переполнена ожиданиями того, что у нас будет совместная плодотворная работа. Надеюсь, я им понравлюсь и смогу очень много нового им рассказать и дать. Интерес к школе юного законотворца есть и в районах. Там открылись курсы законотворческого ликбеза. Только за эту осень их уже посетили более 80 школьников Коврова и Ковровского района, Радужного и Вязников. Игры Липский, 6 канал.